Списать долги населения за газ. Заседание областной дома начинается с предложения некоторых депутатов. Ссылаются на опыт Чечни в этом вопросе. Но большинство народных избранников голосуют против, считают инициативу популисткой. Долги с высших трех лет не подлежат оплате иночек в добровольном порядке. В то же время механизма их списания как такового не существует. Поэтому ситуация в этом вопросе, ее нет как таковой. То есть никто не вправе заставить гражданина оплачивать потребление, если спустя три года после выставления счета он его не оплатил. И те, кто должен получить платежи, бездействованы. Обсудили депутаты и ситуацию с вывозом мусора в регионе. Некоторые посчитали, что тарифы и нормативы за услугу завышены. Говорят, жильцы жалуются, что им приходят платежки с некорректными цифрами. Должен сказать, что профильные комитеты, как и по вопросам рекоператора на территории области, так и по вопросу организации мероприятий по вывозу мусора, он остается на контроле. И профильные комитеты будут продолжать рассматривать данные вопросы. Всего депутаты рассмотрели порядка 30 вопросов. Одобрили проект закона о региональном материнском капитале. Он выплачивается за областного бюджета уже 4 года и составляет сейчас почти 103 тысячи рублей. Доконный проект предлагает в целях усиления и социальной поддержки дополнительно предоставить право на получение регионального материнского капитала жителям области, родившим или усыновывшим третьего и последующего ребенка в 2017 году. Еще одно важное решение касается очистки Волги. Федеральная субсидия слишком мала. Всего 92 миллиона рублей. Необходимы, по словам специалистов, миллиарды. Парламентарии решили обратиться к федеральному правительству с просьбой пересмотреть финансирование на очистку реки.